Всем привет, друзья! Мы сегодня в Волмарте на закупке. У нас сегодня волмартовская закупка. И, короче, мы сразу у входа. У нас такой сюрприз. Вот такие вот штуки. Смотрите, уже все. Поставили забор даже. Сюда заходить. Теперь открывается, закрывается. Пускать не пускать. Непонятно для чего, конечно. Некуда им было или деньги потратить, или что. Но зато маски дают. Уже хорошо? Пока, пока. Да. Блин, как в аэропорте. Скоро будет и охрана, и все такое. Так, все, передаю стафеты жене. По продуктам она есть. Так, хорошо. Так, давай начнем. А список у тебя, да? Список у меня. Давай с багетом. Давай. Значит, нам советовали сыр камембер. Надеемся, мы его найдем. Мы возьмем багет. Это нормально? Он так и должен быть? Твердоватый? Да. Ну, да, да. Багет мы возьмем камембер и будем туда. Точно с багетом? Или это мы просто себе выдумали багетом? Не, ну, можно, как вариант багет. А давай посмотрим другой. Может, там есть с чесноком. Ага. О! Короче, нам посредили камембер. Мы хотим попробовать растопить в духовке. И Лене нельзя, как пишут там якобы угрозы. Ну, она, я думаю, чуть-чуть попробует. А мы возьмем небольшую шапочку. Не как в прошлый раз выбрали, а не большую. Так, ну, ладно. Здесь печенье, да? Не туда я тебя завела. Ой, и малой баны посмотришь на хлоп-доги сразу. Баны? Да. Типа такие здоровые. Вот, это было почти. Или такие, да? Ну, да. Баны. Но это для сэндвичей. Ага. Нет, для хлоп-догов тут нет. Ага. Ну, хорошо. Что здесь? Вот, полочки. Можно ли такое здесь, смотри. Нарезанное. Уже нарезанное? Не, ну, как бы, да, вроде бы, не знаю. А, он уже с чесноком идет, вот, гарлик. А то оригинал. Вот этот возьмем. Вот этот возьмем? Да, гарлик, чеснок. А я. А то он другой немножко. Так вместо того гарлик возьмем? Ну, да. Да? Ну, я хотел бы поменьше хлеба. У нас и так там куча. Ну, да, да. Хорошо, все, давай. Да, давай. Обычный багет берем? Классический. Мы попробуем сначала. Если нам вообще понравится, тогда мы запулем на, это, гарлик. Да. Для хот-догов нет здесь? Нет, они, скорее всего, в том их. Хорошо. Ладно, дальше, да? Давай сыр. О-о-о. Хороший ассортимент. Маленький, да? О, это вообще малюсенький, да? Ну да. Да, да, да. То есть его и попробуем. 6,47, правда, дороговато для такого, для такого Малипуски. Потому что это бри. Но это бри. То, что нам говорили, оно отличается. А это тоже бри. Ну, все, да. Да, все, возьмем туда этот, растопим и попробуем. Так, а еще я решила приготовить на днях тирамису. Вот. Поэтому мне надо вот этот сыр маскарпоне. Вот. Берем его. Цена дороговато. 13 долларов. За 475 граммов. Ну, хорошо. Зато тирамису какую вкусную будет. Все, идем. Я смотрю, нам про сыры там говорили. Пикалино, Чипикачито. А, да, да, да. И что, нет ничего? Я смотрю, они вообще есть. Я ничего не езжу. Ага. Итальянскую. Можно просто. Британские, ирландские. Ирландские. Британские. Ирландские. Они вроде неплохие были, да? Ассорти мы брали в прошлый раз. Ну, давай, недорого. Не, ну это с косточками, а эти без косточек. Поняла? Поняла. Так что, а здесь чисто черные. А здесь вот эта красная штучка. Морковка, мне кажется. Не, это не морковка. Это что-то мамоты, но я не знаю, что такое мало. А может, ну. Так что, черные. Не, давай зеленые. Напичканные, что нет? Я предлагаю. Ну, давай, все. Мне все равно. А ты еще и черный? Не, не, не. Кстати, смотри, окра. Окра. Мы вроде покупали окру, да? Большую. На кабачок похож. Окра была написана. В общем. Что-то такое интересное. О, смотри. Коралла. Такие интересные овощи, да? Из этих мы не пробовали. Да, кстати. И коррелла, не окру. Не, окру мы пробовали. Большой. Был большой такой кабачок. Давай два. Да, два. Две свеклы берем, это мне наборщичек. Наборщичек. Да, супер. Так, дальше, что здесь есть еще? Так, смотри, Али, почему ты не покупаешь чернику больше и там, что там? А я говорила в видео. Да, ты говорила. Это я про... То, что... Ушами пропустил. Мы подсели на нектарин и персики. Ну, последние персики мне не очень. А вот нектарин вот был, мы два раза брали, классно. Они дольше простояли. Персики они быстро... Ну, как-то... А вот знаешь, что я еще хочу? Давай баклажаны купим. Ну, я же тоже донесу. Да. Такие аппетитные. Давай три штучки. Баклажаны. Люблю с лучком поджарить. Класс. Три? Три, да. Получается, за килограмм 5,45. Три штуки это уже будет сколько? Где-то полтора, может. А, девица? Понятно. Вон там. Ну, давай пойдем посмотрим. Давай, иди. Ну, что, а? Клограмм 700. Ну. Да, 8 долларов. 8 долларов, хорошо. Так, лук. Маленький сет. У меня там одноголовка осталась. Или лук мы коска дождем. Там не хватит. Ну, там большой, да. Имбирь. Этот? Ну, да. Или ред вообще. Короче, ред, оня, цвет, оня и елого. Елого нет, так что ред. Ой. Нет, коска побольше будет. Поэтому давай просто вот это. Коска там большие лукавицы. Ну, я предлагаю вот это. Потому что вот этот цвет, оня, он вообще... Что? Я не... Ну. Что? Нету вкуса оня, ну, поняла? А, ну, да. Давай ред куда возьмем. Ну, красный лук. Красный лук. А, лук он такой ледрен. Давай красный. Он и дешевле получается. Да? Возьмем маленький, чтобы нам удобно было. Мы и в салаты любим покупать, добавлять. Отлично. Ой, у нас тачка так хорошо пополняется. Это ты, это ты. Ну, кажется, у тебя лучше. А, это что, смотри. Да, вторую грудку. Интересно. Она тоже была очень. Класс. Класс. Вау. А, это типа кабачок. Маленький. Скорж. О, ну, смотри, в пакетиках. 97 центов, да? Продукт-плексики. Блин, так хочется научиться такие штуки интересные готовить. Нет. Главное, знаете, что есть еще шоя. Ну, да. Вот это вообще еще. Нет, давай вот этот, Антон. А потом козька возьмем. Да? На него очень хорошая цена. Просто красный лук, он больше в салаты добавляется. Ну, это типа, раньше у нас был красный лук крымский. Лукский такой, да? Он такой ядреный был. Так, хорошо. Один огурчик, да? У нас немного есть, но один можно допустить. Сберем. А, да. Так, хорошо. Цена 1.67. А был 1.40. Помнишь? Дальше. Дальше. Помидорчики есть, картошка есть. Возьмите. Да, представляешь, подорожал гранат. Вот. Берем покраснее. Да? Ты же говоришь, типа, ну, говоришь, чтоб, типа, тут засовшая была, знаешь. Где, на каждого своих. И сверлы, говорили, не обязательно, что он на... Давай попробуем этот. Нет, то есть сорт такой. То, думаешь? Да, потому что... Нет, давай покраснее. Светлый, говорили, не обязательно, чтобы он... Не спелый. Ну, хорошо, давай один. А вот этот какой-то... Давай один. Светлый, сильно светлый не бери. Да я понял. Квадратный светлый. Ха-ха-ха. Квадратный. Вот ты. Так лежал, что медняга. Ну, вот, нормально? Нормально. Так, слива. Нектарин. Персик. Персик. Киви такой мохнатый. Так, Мала любит еще в школу брать хот-доги. Вот, у нас два таких вида. Вот это потоньше. Вот это потоньше немножко, чем вот здесь. Или мне кажется... Нет, ну это разные банки. Здесь итальянские. Другой хлеб тоже. Видишь? Ну да. Но это стандартный. Цена одинакова, кстати. Да, просто эти немного поменьше, чем эти. Давай поменьше. Сосиска же, может, будет тоже маленькая. Да. Чтоб хлеба было немного. Да, это Ульяне в школу. Хот-доги будем готовить. Так. И что мы будем брать? Так, друзья, у нас приближается День Благодарения. День Благодарения. Разник в Канаде. Да. Ну и в Северной Америке, просто у нас празднует другое число. Так мы хотим взять индейку. Ага. Вот классно. Все. Цена какая? 33 доллара за вот такую штуку. Угу. Замороженную. Да. Типа без антибиотика выращенную. Ну, по идее, должно быть классно. Но здесь сколько? Семь с половиной килограмм. Ну, плюс ужарится. Давай, ложи. А с той стороны маленькие. Так, а еще выбираем Ульяне сосиски. Так, хорошо. Вот эти специально для хот-дога идут. Вот эти тоже, кстати. Побольше они уже. Так. И вот эти для хот-дога. Маленькие такие. Да, я хочу. Давай и побольше возьмем. Шнайперс? Сколько они? 6 долларов? Да. Ну, либо вот эти. А маленькие не больше? Нет. Ну, либо вот эти. Эти тоже. Все? Да. Хорошо. Цена 4,47. Это мы Ульяне на ходу возьмем. Так, для разнообразия. Да. Горох. Нормально? Грейт Валю? Да. Ну, нет. Да, и другой фирмы. Они немного послажься. Там Лоин по скидке. Сколько Лоин обычно стоят? Мясо? Да. Сырое? Ну, а какое? Там два куска. А, ну, в Суперсторе такие 20 и то больше они. Ну, а здесь, смотри, 50 долларов был за кусок. Ого, 50 долларов. А это точно Лоин? А сейчас 29. Это порт Лоин? Нет. Нет, это было. Ну, нужно это было. Хорошо. Хорошо. Так, а здесь еще есть большой ассортимент разных соусов. Вот. И мы остановили свой выбор. Да, хотим попробовать вот это, что-то новенький корейский соус. А к чему оно? Ну, обычно к мясу. Но мы его попробуем с индейкой. Хотя у нас индейка тоже мясо. В основном к стейкам. Барбекю соусом к стейкам. Такое. Идет, да. Вот этот мы пробовали. Очень вкусный. Вот корейский. Каролина ставит хани дежон. Большой выбор, да. Ну, что, корейский? Возьмем, да. Корейский, да. Костка такого нет, поэтому, да, разнообразие, да? Да. Цена 3,47. Все. Так, а еще мы берем оливковое масло. Сейчас на него очень хорошая скидка. За 5 долларов? Было 9 почти за 5. Так, посмотри, 9 почти. Обалдеть. Тоже экстра-вирджин. Да. Но вот, мне кажется, нету страны разлива. Но импортированная, видишь? А откуда импортированная? Ну, в общем, нам масло надо? Надо. Но я вот смотрю просто вот это. А, наша любимая фирма? Да. Продукт Италии, понимаешь? Но мне на жарку, Антон. Ну, да. Да, наша любимая фирма и наши любимые... Мы с распарином помним пробуем, да? Это почему? С перцем вроде еще с таком осталось. А, вообще, да. Продукт. Был маркетинговый ход. Они запустили маленькие баночки. Вот. Люди покупали. Теперь можно большие завести. Все правильно. Все, дальше. Дальше. На уксус, если. Зачем? На уксус, думаешь? Для парилки наши. Так у нас есть целая банка. Есть, но мне не нравится. Он какой-то слабенький. Он стоит часами, а ничего там нет. Так он старый просто. Выдых, выдых. Да нет, дело не в старость. А дело в проценте. Видишь, тут 7%. То есть, ну... Тут 5%, видишь? Да. А у нас сколько? Вот. Хороший опыт. У нас сколько? С 5% вообще там ели нет. Кстати, брали вот этот с манго. Ага. С уксусом, да? Супер. С уже классный. Да. Так, давай. Интересный вкус. Так. Смотри, тут томатки. Видишь эти? О, вяленые, типа, да? То, что я хотела купить? Маленькая баночка. Хочешь попробовать? Давай. Я купила. Поздравьте меня. А ну. Так, нам писали, что можно в бутербродики. А там не чили? Там написано. Сандрайт там мейт. Ага, все. Вообще, можно на бутерброды, да? В салаты, в пасту. Ага. Обязательно попробуем. А еще хотим взять банку кукурузки. Вот. Но здесь какая-то каша продается. Вот этой фирмы. Которую я люблю. Но ее хуже нет. Нашел? Да. О, супер. Потому что мы уже обратили внимание на другую фирму. Хорошо. Умчик, какой молодец. Да, целые кукурузки. Хорошо. Цена. Доллар 77. Это на салатик какой-то. Вот. Так. А еще. Хорошо. Горошек. Горошек. То и то же фирмы. Вон там, посмотри. Той же? Да. Ну, типа, ну вот. Саммерсвит пись. Хорошо. Тоже цена доллар 77. Отлично. Так. А еще у меня на кухне закончилась сахарная пудра. И я беру ее. За килограмм доллар 97. По счету доллара. Отлично. Все? Вон там. О. А что это? Это желе. Кренбарисос. Но он желе. Я не знаю, его растапливать. В общем, он в Канаде подается к индюшке. Вот эта штука. Я даже не знаю, как это описать. Ну, он слайсер. Ну, типа. Да, нет. Я не уверен, что с ним, а рис и пить, типа, под лейбой. А, ну, давай, может, его растапливать надо просто. А если нет? Ну, попробуем. 97 центов. К турке. Ну, это только вкусно. К индюшке очень вкусно. К индюшке, да. Так, а еще мы берем Малой и Ульяне в школу Орео. Вкусненькая, да? Цена 377. Для разнообразия. О, да. О, это хорошо, Антон. Скидка на него. Вот это такое аппетитное. Дальше. Так смотри, это же фирма итальянская и... Да, смесь готовая уже. Какие они молодцы, да? Аппетитно, да? Блинчики. Так еще скидка, смотри. Я понимаю, 250 грамм, это на раз всего. Да, да. Ну, может, что-то интересное? Не про... Так, вот эту штуку мы брали. Я больше ее не буду покупать. Здесь в Канаде надо на семью, понимаешь, вот это пачечки, это такое, это пробнички. Потому что это раз сделал, и все, я опять ехаю. И опять готовить. И опять покупать, готовить. То есть, надо нормальную пачку, чтобы приготовил. И все, и не париться. А так, каждый раз вот это по чуть-чуть, по одной-две штучки готовить, в принципе. Мука, видишь, опять же, все маленькая. Да. Ты хотела... О, так это специально для пиццы, смотри. Какие они молодцы. Я могу, хотелось. Да, я могу. Это новая разновидность муки, знаете. Горобин Гудо. А что, нет, да? Ведь в Али осталось. Угу. Ну да. О, корпус. Все взял? Да. В общем, 2,87, да? Да. Да. Сколько там? 2,5 килограмма муки. Так как я много пеку сейчас, то у меня мука быстро расходуется. Ну, печеньку мы и взяли. Здесь тоже большущий ассортимент. Вау. Да? Ага. Да. Так, а еще мы на вечер берем птички. Здесь, ага, здесь кранчи. Ага. Маленькие, понял? Какие хрустящие. Да, да. А здесь пабс. Ну, большие воздушные. Палочки. Да. Кукурузные. Острые. Да. Не, у нас есть чизболс, поэтому давай вот эти, кранчи. Кранчи? Да. О, это она любит. Ой, любит страшно. Цена какая? А, я не знаю. Ну, вот все запутанное. Ну, где-то... Где-то за 3 доллара. Да, где-то так. Хорошо. А мы себе швачем. А что мы себе? Я-то нашим. Давно мы доритус не брали. Внизу? Ну, по-моему, брали мини-то. Свечи. Давай дабл. Ух ты. Короче, типа акция какая-то. Угу. А тех нету, что мы брали в Коско? Все? Все. Определились? Так, берем на вечер. Мне тяжело. Антон, мне тяжело. Постоя рубашка. Кока-кола Zero. Поменяли этикетку, кстати. Ну, от этого на меньше вкуснее не стало. Ну, да. Так, а цена какая? И цены нету, смотри. Это мы долларом. Два. Доллара два. А здесь фанта есть, кстати. Еди цин мазин, где фанта есть. Еди цинь, просто нету не было на заправке. Да. В хозяйстве закончилось масло. Берем масло несоленое. Цена 4,97. Вот, все расходовалось на пельмени, кстати. А, да? Да. А я не заметил. Так, а еще, как вариант, у Яни давать уже такая сосиска в тесте, смотрите. Ну, конечно, не такая вкусная будет, как моя. То, что я готовила. Но, как вариант, что вы давать. Она идет на палочки. Интересно. Вот. Так, цена 9 долларов. Вот, я показываю. Не-не, я просто показываю, что можно у Яни как вариант просто вот эти, школу, давай, да. Ну, ладно. Так. Еще возьмем на вечер кальмары. Печем, да, в духовке. 9 долларов. Очень вкусные, да? Мы же их брали. Держи. А это что? Супер. И цена 2 долларов, да, там было? 8 долларов. Морепродукты и здесь ассорти. Значит, креветка, мидия, кальмары, гребешки, осьминожки, да? Такой наборчик. Супер. Так, берем сок. Мы обожаем сок пить с утра. Сок апельсиновый. Цена где-то 6 долларов, да? За сколько? За 2,63, да? 2 литра. 6 долларов. А там мы берем по литру банки в Коско. Типа 2 литра. Я не знаю, не помню. Да не, выгоднее, конечно, в Коско. Да, в Коско нам выгоднее. Апельсиновый. Так, а еще берем пищевой полиэтилен, да? Так правильно называется? Сколько бы с вами. Так, 90 метров за 4,27. Хорошо. Здесь он просто называется пластикобёрт. Так, а еще беру необходимую вещь для нашего дома. Это вот такие карандаши. Карандаши от Тайт. Они очень хорошо убирают загрязнения на одежде. Вот. Убирают пятна. Мне очень они нравятся. Вот. Но они дорогие. 10 долларов за 3 карандаша. Они быстро расходуются. Но пятна убирают хорошо. Лучше, чем обычный порошок, кстати. Так, а еще берем омоющее для посуды. Так как вы знаете, что, да, у нас есть посудомоечная машина. Но перед этим я все еще перемываю, потому что она не сильно хорошая. Поэтому, да. Я мою руками. Что мы смотрим? Я смотрю, ну, для Коля нам что-то ж надо такое. Фабрикотер щел. В общем, чистить наш диван белый. Да, и стулья белые на кухне. Ищем до сих пор средства. Ну, у нас тут искать оно везде одно. Вот. Для кожи все. Ну, у нас такое есть уже. Не, у нас там чуть-чуть. Два в нас. Да. Я когда мыла машину, я искала. И у нас было две такие банки. Значит, этим побрызгать и протереть-то и все. Ну, да. Ну, это в основном для... А, ну, для машин, мебели и обуви. То есть, оно его вычищает, увлажняет, защищает, восстанавливает. То, что нам надо? И защищает от солнечных лучей, чтобы не выцветало. Почему? Для машины оно классно. Ну, давай попробуем. Не, у нас есть, да. Потому что у нас же не кожа. Вот в чем. Ну, да. Надо пробовать. Да. Надо пробовать. Так, а еще мы решили поменять. Значит, я только что взяла две баночки, две бутылки с моющим. Поменять на одну большую просто. Да. Сейчас там хорошая скидка. Два сорок семь. Мне нравится пармоль, хорошо. Ручки защищает. Руки не сушатся после применения вот этого средства. Так, а еще нам надо... Мусорные пакеты. Короче, есть... Две опции. 50 пакетов, но с ручками. Да. Или 60 пакетов, но без ручки. С ручками бы малаш выносит, да? Ну, давай. 10 долларов. 10 долларов. Хорошо. Так, а еще на любимые Антоновые перчатки на работу сейчас скидка. До сих пор, до сих пор. Классно, правда? Ну, по 4 доллара на скидка. Скидка, это классно. То есть, ну, мне хватает... Ну, могу протянуть еле-еле две недели. Ну, это, конечно, так. С натяжкой. Полторы недели. Где-то так, да? Ну, сейчас, так как работы немало интенсивности, то, в принципе, хватает больше. А когда мы там по 12 часов зарываемся, то уходят быстро. Молодцы вообще за день-два уже репнут. Ничего себе. Напомни, чем они тебе нравятся? Ну, кожа, они легкие, дышащие. Козья кожа. Козья кожа, да. То есть, ну, долго держится. Да, хорошо. Из-за того, что саморезы я часто использую. Все удобные, да? Да. Супер. Все, дальше. Так, а еще я возьму... Не нашла я таких. Возьму пасмассовые, Антон. Трубочки. Пасмассовые? Силиконовые. Да. Да, и здесь еще идет щетка чистить. Есть железный. Но здесь маленький проем. Или такой же самый, посмотри. А нет, такой. Так, может, железный тогда? Или как? Цена что-то, что-то вроде. Не пошли, может быть. Ну, блин. Ну, блин, как прополоскает, потом... Ну, да, ну, да. Так какие, железные или... Да, не знаю. Вам, видишь, будете там сипать? Давай, пусть вот эти будут. Ну, это вообще чересчур железные. А, есть такие прямые. А, есть такие прямые. Прямые. Ну, мне кажется, вот эти лучше. Да. Цена 7 долларов. Представляете, на 6 штучек. Ну, надо им беречь. Давай, да. Ну, может, другие найдем? Поменяем. Так, пока Антон там разлашивается. Хотим взять шоколадку, да? К чаю. Две. Три, да. Давай разных тогда. Твикс. Да? Да. Ну, хорошо, на мое усмотрение. Марс. Марс и Диккерс. Марс и Диккерс, стандартный нахуй. Супер! Блин, класс. Так, мы раскладываемся. Так, все мы. Так, у нас темнота. Да-да. Мы, короче, вечером поехали, после работы. Сразу же время не тирать. Значит, не буду задерживаться, чтобы в темноте у меня тут не смотрели. Ага, лучше-лучше, да. 200 долларов на счет. Ага. Так, что, в принципе, все нормально. Все, мы для беременной купили морепродукты. Как и надо. Спасибо. Овощи. Фрукты мы не брали, да, кстати? Гранат один из них. Гранат, у нас там яблоки еще. Персики остались. Ну, если что, мы докупим, поедем. Да, да. Если нам надо будет. Да. Так что все, друзья. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем огромное спасибо. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.